Меня зовут Антон. Сейчас я уже учусь на третьем курсе института. Когда я заканчивал школу и только готовился к поступлению в ВУЗ, произошла со мной такая история из жизни. С самого пятого класса у меня все предметы шли на хорошо. Вот только английский язык хромал. Причем очень серьезно. После десятого класса я определился с будущим местом обучения и своей профессией. Вот только с этим возникла серьезная проблема, для поступления нужен был английский язык. Пообщавшись с родителями, было решено обратиться за помощью к репетитору. Мама сразу вспомнила, что ее хорошая знакомая как раз учит английскому на дому. Все складывалось отлично. Мама позвонила ей, договорилась о первом занятии. В назначенный день я отправился на свое первое занятие по английскому. С трудом нашел многоэтажный дом, а номер квартиры уже помнил. И вот, я стою перед дверью педагога. Звоню в дверь. Через пару секунд слышу легкие и мягкие шаги. Дверь открывается и вижу перед собой совершенно не ту картинку, на которую настраивался. При словах учителя английского, я представлял статную женщину в годах с высокой седоватой прической на голове. А тут предо мной предстала совершенно моложавая, интересная женщина, нет, даже девушка. Я был приятно удивлен, и настроение мое стало еще лучше. Она провела меня в отдельную комнату и закрыла за нами дверь. За другой дверью я слышал звук телевизора. Видимо, там кто-то был. Первый урок был вступительным, но тоже очень интересным. На протяжении всего времени я пристально вглядывался в ее лицо. Выглядело это, наверное, что я настолько заинтересован английским. А на самом деле мне просто нравились ее черты лица. Блестящая кари шоколадного цвета идеально сочеталась с ее загорелой кожей. Глубокие кари глаза и пухлые губки, разве не идеально? Да еще и походкой ее была очень даже ничего. Я отметил этот момент, пока следовал за нее в комнату. Все подчеркивалось интересным облегающим спортивным костюмом. Кофта которого была на застежке. Но она не была застегнут до горла. А только до уровня декольте. Внизу просматривался белоснежный топик, придерживающий все. А еще носочки. Не знаю почему, но я всегда обращаю внимание на женские носки. У репетитора они были белоснежными. Первое занятие прошло на одном дыхании. Я даже не заметил, как пролетел час. Мы вышли из комнаты, и я стал обувать кроссовки в прихожей. В этот момент, из другой комнаты, я так думаю, гостиной, вышел здоровый мужчина, под два метра ростом. Я сразу понял, что это муж Анастасии Юрьевны, он же любитель громко посмотреть телевизор. Мы поздоровались, и я скрылся за горизонтом. Следующее занятие было назначено на следующую неделю. Все эти дни я оставался под впечатлением от своей новой училки. Перед сном, лежа в кровати, я вспоминал ее черты лица, походку и ту самую незабываемую улыбку. Для меня неделя тянулось очень долго. Я уже несколько раз перепроверял домашние задания и даже выполнил дополнительные. Мне хотелось получить похвалу, услышать от нее приятные слова. В день встречи я очень переживал. Даже перед знакомством такого не было, тогда-то я не знал, кто откроет мне дверь. Отправился на занятия намного раньше, чтобы не опоздать. Потом пришлось еще ждать под домом своего времени. И вот, дверь открывается для меня во второй раз. Я вижу ее прекрасное лицо, сногсшибательное домашнее платье и белые носочки. Для меня это был просто удар ниже пояса. На этот раз в соседней комнате была абсолютная тишина. Все признаки говорили о том, что мы дома одни. Она провела меня в комнату, я уселся за стол. Пока она вставала и садилась, я пытался незаметно рассматривать ее. Платье ей очень шло и подчеркивало все в выгодном свете. Если честно, пятьдесят процентов того, что она мне объясняла в этот день, я даже не слышал. В ее глазах я, наверное, выглядел, как непонятливый двоечник, который все слушает с открытым ртом. Я показал, что дома выполнил дополнительные задания и дождался такие похвалы. Было безумно приятно. А еще, в момент одобрительных слов, она положила свою руку на мою. Меня просто передернуло. Как электрическим током ударило. Даже через плотный свитер я почувствовал ее горячее прикосновение. Я просто поплыл. В этот день мы особое внимание уделяли произношению межзубных звуков. У нее это получалось так красиво и привлекательно. А мне казалось, что у меня скоро слюна потечет. Когда занятие подходило к концу, мы начали повторять разминку на английском языке. При этом, нужно было выполнять действия руками. Мы встали по центру комнаты друг против друга. В этот момент в моей голове и организме начали происходить сумасшедшие процессы. Мне казалось, что все как будто в тумане и происходит не в реальной жизни. Единственное, о чем я мечтал, — поцеловать ее. Я сдерживался, как мог. Неожиданно для меня, Анастасия Юрьевна стала приближаться ко мне все ближе. Я был уверен, что это задумано в упражнении. Концентрация флюидов между нами просто зашкаливала. Но когда я почувствовал ее обжигающий поцелуй, думал, что просто шмякнусь в обморок. Это сон. Мне просто снится. Я сейчас проснусь в своей кровати. Может, необычно прочитала мои мысли. Все это летало в моей голове с бешеной скоростью. Она перестала меня целовать. Я хотел что-то сказать, но она прикрыла мои губы рукой, говоря, «Тише». Анастасия медленно подвела меня к огромному креслу и посадила в него. А дальше началось то, чего я не испытывал никогда ранее. Как оказалось, она профессионально владеет языком не только в английском. В этот момент я забывался окончательно, мне казалось, что в меня вкололи лошадиную долю наркоза. Периодически в мою голову прилетали светлые мысли типа «А если двухметровый муж шкаф сейчас придет, а мы не услышим? Уйду ли я тогда отсюда живым?» Но эти мысли даже как-то подзадоривали меня, добавляли нотку адреналина в нашу связь. Честно, даже не могу сказать, сколько я там пробыл. Но уходил я от нее, как только отошедший от наркоза, на автомате. Только вечером, когда я оказался в своей кровати, наедине с самим собой, до меня дошло. Это был не сон. Мечты сбываются. Мысли материальны. А у вас были подобные ситуации с женщинами постарше? Продолжение следует... Продолжение следует...